Ну, я так слышал, что читаю, я же не был в ней в Сирии все-таки по прессе, что какие-то определенные там победы есть у правящего режима. Конечно, там на той стороне воюют такие люди, с которыми садиться на стол переговоров бесполезно. Вот эти мусульманские экстремисты, с ними договориться невозможно и не о чем. Поэтому только жесткий путь уничтожения, а это практически террористы. Только жесткий вариант их уничтожить, но потом, конечно, за этим должна будет последовать демократизация общества. Потому что когда правящая элита там, от отца к сыну это все передается власть, понятно, что демократии там не пахнет. Но еще раз повторю, пример там Ирака до мужа. Да, был тиран, да, был деспот. Но он жестко удерживал ситуацию в своих руках, и там шииты с суннитами не воевали. Люди жили, хорошо ли, плохо, но жили. Пришли американцы, что в результате? Сунниты взрывают шиитов, шииты взрывают суннитов. Гибнут сотни тысяч людей, и никакой стабильной ситуации она стала хуже в несколько раз. Про Ливию вообще вспоминать не хочется, что там произошло. И поэтому, конечно, было бы обидно, если бы Сирию постигла такая бы участь. Поэтому лучше пусть спокойная жизнь при диктаторе, чем кровавая бойня, когда придут иностранные государства. Поэтому дай бог, чтобы там все было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!